Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала СГУ-ТВ. Мы продолжаем разговор о древнем искусстве, о наскальных рисунках. И наш гид в этот романтический, древний, замечательный мир – профессор, доктор исторических наук Екатерина Георгиевна Девлет. Екатерина Георгиевна, итак, вперед. Ну, сегодня мы отправимся в самую глубокую древность и покинем свет такой обычный, вооружимся факелом и спустимся в глубины пещер, там, где созданы самые древние рисунки. Но в большинстве своем это не выбитые изображения, а изображения, которые нанесены краской. А как они эту краску нашли? Как они ее определили, что ей можно чего-то изображать? Вообще, с древности... Рукой, кистью, чем? Что они использовали? С глубокой древности использовалось два доминантных цвета – красный и черный. Лингвисты говорят, что даже в языках первыми цветообозначениями являются именно черный и красный, а уже потом появляются прочие цвета и цветообозначения в языке. И вот тут мы видим картину, что древние мастера использовали различные оттенки красного... Для создания различных оттенков красного и желтого использовали охру, а для создания черного использовали уголь. Но это не просто рисование мелком. Вы видите, что здесь очень сложные цветовые переходы, и охру измельчали, смешивали с различными видами наполнителей, немножко разводили водой, иногда прогревали, и вот при прогреве она меняла цвет. То есть она могла быть от такого очень темно-коричневого, практически бордового, до ярко-желтого. Эта разница цветов достигалась нагреванием. И эти рецептуры были весьма и весьма различны. Некоторые компоненты краски являлись предметом обмена и передавались на большие расстояния. В науке существовал долгое время миф, что наверняка использовали какую-то жировую основу, что это что-то типа масляных красок. Но, как современное знание нам показало, анализ красок химический показал, что никакого жирового компонента они не содержат. Но, тем не менее, их рецептура очень сложна. И, по крайней мере, четыре компонента в каждой краске содержатся. Ну, вот смотрите, древние люди, они живут в пещерах. Они приспосабливают для своей жизни какие-то пещерные образования, там, гроты и так далее. Они начинают отапливать эти помещения кострами. Они шьют одежду. Они ищут все время какие-то все лучшие и лучшие условия для жизни. И вдруг появляется у них живопись. То есть для них это была тоже необходимость? Наверное. Наверное, да. Любопытно, что долгое время существовало устойчивое мнение, устойчивое представление о том, что самое древнее искусство было очень простым. Что существовала некая эволюционная модель от простого к сложному, потому что как школьники начинают писать прописи, палочки, точечки, закорючечки, и постепенно из них формируются творческие личности, которые способны создавать некие прочие такие вот новаторские произведения. Любопытно, что вот эти замечательные полотна, живописные полотна, опровергли это представление о том, как появляется искусство. Современная наука располагает возможностью датировать краску, которой были созданы изображения. Возможность эта появилась сравнительно недавно. Вот эта вот современная модификация радиоуглеродного метода позволила снизить количество анализируемого вещества до вот такого вот размера булавочной головки. Точечный образец можно взять в различных частях изображения и получить прямую дату именно для вот данной фигуры. И использование этого радиоуглеродного метода ошеломило исследователей тем, что очень ранние, древнейшие изображения являют нам уже очень сложную образность, высокую техничность в исполнении изображений, и вовсе никак не походят на те простые этапы становления искусства, которые еще недавно казались возможными и достоверными. Каков возраст этих рисунков? Самые древние из них, если мы доверяем, доверимся радиоуглеродной хронологии, составляют около 42 тысяч лет. То есть это глубочайшая древность. Хороший возраст. Прекрасный возраст. И надо сказать, что вот эти изображения, которым около 42 тысяч лет, они удивительно красивы. Это фигуры из пещеры Шаве, одного из прекрасных образцов полиолетического искусства. И надо сказать, что пещера Шаве еще интересна тем, что она была обнаружена сравнительно недавно, так что потенциал поисков и великих открытий еще далеко не исчерпан. Археология – это та область исторического знания, которая может, обогатившись новыми находками, в корне поменять наше представление о том или ином этапе, о том или ином регионе. Но основной массив изображения, выполненных краской, так специалисты чаще обозначают вот эти живописные полотна, он относится ко времени примерно от 18 до 14 тысяч лет тому назад. Но все равно это возраст весьма и весьма почтенный, и мы не устаем восхищаться тем мастерством, с которым древние люди выполняли в пещерах эти изображения. Да, ну как изящно изображен этот бык. Да, замечательное изображение, какая точность линии. И вообще древние художники были большими мастерами в передаче особенностей животных, в передаче особенностей их стати, грации, их повадок. И, конечно, они прекрасно знали тот предмет, который изображали. Удивительно и то, что вот эти древнейшие произведения пещерного искусства демонстрируют нам попытки передачи перспективы. То, чем уже, как говорится, гордилась живопись эпохи Возрождения, здесь эти, так сказать, как бы шаги, инновации, они были в полной мере продуманы, прочувствованы. И именно вот в этих живописных произведениях, которые происходят в территории Франции, Испании, отчасти Португалии, мы видим как бы попытку располагать на переднем плане какие-то значимые образы, и, возможно, располагая за ними изображения, которые выполнены меньшим размером. В данном случае обозначалась не их иерархия семантическая, смысловая, а именно как бы вот попытка перспективы. Это особенно убедительно будет видно на примере одного из изображений из пещеры Шаве, где один за другим расположено целое стадо шерстистых носорогов, и как бы рога этих животных, да, видны, как своего рода такие животные легионеры, эти рога видны один из-за другого. А вот скажите, Екатерина Георгиевна, вы упомянули эпоху Возрождения, а вот если бы мастера этой эпохи знали об этом вот, об этом стиле живописи пещерном, как вы думаете, как они бы развивались? Ну, надо сказать, что вообще... Они ведь не знали о том, что есть такие рисунки. Любопытно, ну, вот те, кого мы называем великими мастерами эпохи Возрождения, пожалуй, не были знакомы с этими произведениями, но любопытно то, что памятники наскального искусства, они относятся к категории так называемых действующих древностей. Далеко не всегда они, как бы, оказались полностью выключенными из такой общественной жизни. Например, в одном из папских указов запрещается проведение церемонии в одной из пещер Валенсии, поскольку в ней изображены, ну, как бы, дьявольские, да, какие-то письмена и образы, и именно поэтому проведение христианских ритуалов там папским указом запрещалось. Поэтому, так сказать, вот степень знакомства людей на протяжении различных периодов истории с древнейшими произведениями, оно является довольно таким вот относительным. Многие из этих памятников, они продолжают и остаются быть, остаются включенными, как бы, вот в каждодневную жизнь обитателя той или иной территории. Хотя, вот для той находки, о которой я говорила, для пещеры Шаве, это оказалось не так. Вход в пещеру был запечатан на протяжении вот огромного временного интервала. То же самое. По-другому оказался скрыт вход, например, в пещеру Каске, открытую в 91-м году. Он оказался ниже современного уровня моря, и в нее ведет теперь наклонный 160-метровый коридор, вход которого, да, возможно, и вообще преодолеть, который может только профессиональный аквалангист. Изменился уровень моря, изменился рельеф, изменился вход. Вот. Так был вот и профессиональный аквалангист открыл этот замечательный памятник. Но памятник сохранился. Да, как бы нижняя полость пещеры затоплена, но на стенах ее, вот над этими зеркальными, зеркальный гладиод, сохранились изображения, тоже древнейшие из которых насчитывают около 28 тысяч лет. Это изображение рук, такого устойчивого знака первобытного искусства, который, ну вот, по-своему является таким олицетворением я, как вот это эго первобытных создателей рисунков. И надо сказать, что вот эти вот изображения рук часто вот тоже считались, как бы, что они должны быть одними из самых древних образов, но это не вполне справедливо. Вот изображение рук нам не попались, а вот изображение животных во множественном числе. Ну, изображения животных достойны всяческого внимания, и набор этих образов достаточно разнообразен. Надо сказать, что вот полиолитическое искусство демонстрирует нам и, так сказать, объекты вымершей фауны. То есть мы понимаем, мы говорили в прошлый раз о том, что наскальные рисунки способны донести нас информацию о том, какие виды животных обитали на той или иной территории в определенную эпоху. Ну вот смотрите, это бизоны, наверное. Да, это бизоны, очень хорошо реалистично показанные. Несколько бизонов мы уже видели, пролистывая эти замечательные слайды. Помимо бизонов, последний бизон был уничтожен на территории Европы где-то в середине XVIII века. Мы сейчас знаем, что популяция бизонов, существуют попытки ее возобновления через заповедники. Нет, но бизоны есть у нас в Окском заповеднике. Да, есть в Беловежской пуще, есть на Кавказе. Но другое животное, которое дожило до такой вот исторической реальности, это тоже уже в новое время был убит последний тур. Туры активно обитали на территории Европы. Все мы можем вспомнить там буй-тур Всеволода, персонажи русской истории. И замечательные тури рога, кованные невероятными изображениями, тоже, так сказать, уже которые использовались русскими князьями. Так что туры тоже погибли довольно давно. Другая история про мамонта, любимого всеми обитателя вот этого древнейшего ландшафта. И мамонты водились на пространствах Европы очень протяженное время. И как раз наскальные изображения это тот источник, тот ресурс, который до нас доносит реальный облик мамонтов. Хотя... Но еще ведь и раскопки, когда находят скелеты мамонта и в Италии, и где-то в Центральной России, ну уж про север я не говорю. Да, надо сказать, что раскопки, конечно, и услуги специалистов сразу придают достоверность историческим реконструкциям. Надо сказать, что еще недавно то население, которое часто сталкивалось с костяками мамонта, например, коренные народы Сибири, имели о мамонтах весьма относительное представление и весьма такое любопытное, потому что различные северные народы, селькупы, якуты, они считали, что мамонт, что он, так сказать, как бы некое такое подземное животное и маркер подземного мира. И даже в мифологии считалось, что, в общем, найти кости мамонта это недобрая примета. И якуты считали, что человек, который нашел кости мамонта, скоро умрет. Хотя вот на Таймыре находили замерзшие туши мамонтов, где мясо сохранялось и вполне прекрасно использовали это мясо для кормления ездовых собак. Не брезговали подобным употреблением этих, так сказать, тысячелетних. Но собаки ели с удовольствием. Собаки ели, наверное, с удовольствием. В общем, выбора им в любом случае не оставляли. Но считали, тем не менее, что, например, это животное, которое внешне напоминало крысу, но размером со слона. У других народов сохранились такие притания о том, что мамонты – это какие-то подземные крысы, которые роют длинные ходы. Но очень большие. Да, ну, крупноватые такие. Поэтому они участвуют в сотворении современных ландшафтов, что они прорывают вот эти тоннели, и от этого, так сказать, образуются моря, океаны, поднимаются горы. Любопытным интересом, новаторским, я бы сказала, интересом к мамонту, отмечено произведение статского советника Петровской эпохи Татищева, который рассказывает о мамонтах, как о таких слонах Александра Македонского, которые дошли вот на север далековато, замерзли и вымерли там. А в глубинной книге, которая известна, ну, как книга, которая отражает глубинную премудрость, так писали о мамонте. У нас индрик – зверь, всем зверям – зверь. И он ходит, зверь, по подземелью, куда хочет он идёт, по подземелью, як и солнышко по поднебесью. Он проходит все горы белокаменные, прочищает ручьи и проточины, пропущает реки, кладези студённые. Куда зверь пойдёт, тут и ключ кипит. Когда этот зверь поворотится, воскипят ключи все подземельные. Когда этот зверь возыграется, вся вселенная всколыбается. Все зверьё земное ему, зверю поклоняются. Никому обиды он не делает. В общем, такое справедливое животное, которое, в общем, просто организует таким образом пространство. Но так или иначе, любопытно, что современные изыскания показали, что на крайнем северо-востоке России, азиатского континента, мамонты вымерли совершенно недавно. Это произошло около 4 тысяч лет назад. Совсем недавно. По меркам историческим и археологическим, это, в общем, совсем недавно. На острове Врангеле нашли самые молодые, так сказать, костики мамонтов, возрастом около 4 тысяч лет. Они очень, как бы, от этой вот северной жизни, они уменьшились в размерах и стали размером с телёночкой. Но сохранили все свои основные родовые такие признаки. Ну да, в основном на островах. Северная земля, остров Врангеле, Новосибирские острова там находят. И бивни, и останки мамонтов. Нет, ну много, и на материковой части очень большие, до сих пор можно собрать, ну, существуют коллекции. Но, конечно, вот эти изыскания в островной части, на Врангеле, они имеют очень существенное научное значение. Я был, значит, это называется местечко Чекурдах. Там был такой замечательный человек, Лебедев, кажется, Владимир Иванович. Он был краеведом. Профессия то ли охотник, ну, что-то вот похожее. Охотник, оленевод, что-то такое. Вот. И у него, значит, он создал свой музей недалеко от этого Чекурдаха. Он получил от местных властей небольшую территорию. Там у него стояли чертохи. Это домики типа чумов. Вот. И там же у него был склад останков мамонтов, носорогов, еще каких-то зверей. Просто склад. Это были, ну, вот как, знаете, лес складывают где-то там на каких-то базах. Вот так же у него лежали кости мамонта, кости носорога, кости еще кого-то. Все собрано было вот там вот. Это граница Якутии и Чукотки. Самый север. Вот там это находится. Ну, люди удивительные существа в своих увлечениях и в своем интересе к окружающему миру. И надо сказать, что вот открытие пещерного искусства, оно как раз и произошло благодаря некому любопытству. Вот. А вот и носорог. Да, носорог это тоже один из излюбленных образов древнейшего искусства. Шерстистый носорог. Но это Европа. Да, это носорог из пещеры Шаве. Кстати, пещера Шаве дала, наверное, наиболее представительную серию изображений носорогов. Там они и одиночные, и компаниями изображенными. Надо сказать, что некоторые довольно добродушные, несмотря на то, что считается, что как и его потомки, африканские носороги, шерстистый носорог, наверное, был очень злобным животным. таким упертым из-за малого мозга, агрессивным. Вот. Но этот выглядит как-то симпатично и дружелюбно. Огромный рог. Да. И на других слайдах мы тоже увидим целое стадо носорогов. Вот как раз в той попытке передачи перспективы, о которой я говорила. на следующем слайде представлены, видите, прямо они стоят бок о бок, целая серия носорогов с высоко и гордо поднятыми рогами. И любопытный такой вот прием обратной перспективы, когда туловище самого дальнего животного, оно выступает, не уменьшается по размерам, а наоборот выступает. Обратная перспектива использовалась и в пещерском искусстве. Вот что интересно. Тут есть о чем подумать. Да. И я начала говорить о том, что открытие пещерного искусства, оно произошло благодаря любопытству, причем любопытству детскому. Случилось это 130 лет назад, в 1875 году, когда Дон Марселина Саутуола, испанский землевладелец, который, так сказать, имел большой интерес искусство знаний, но, как и многие образованные люди той поры, благодаря теории Дарвина, они, ну, страстно стремились к всякому естественно-научному и около естественно-научному знанию, попробовал в своем поместье, в своих владениях провести раскопки, и пока Дон Марселина искал в земле предметы древности, его дочка, восьмилетняя Мария, бегала по вот этим пещерным переходам, благодаря малому росту она не задевала за эти низкие своды, и пока ее отец был обращен глазами к земле, она смотрела наверх, этот знаменитый крик, папа, папа, смотри, нарисованные быки, он донесся до нас вот сквозь десятилетия и века, девочка это действительно первая увидела изображение на большом плафоне испанской пещеры Альтамиры, который является одним из лучших образцов палеолитического искусства, памятником всемирного культурного наследия и своего рода королевы пещер с древнейшими изображениями. Люди, которые бывали в лучших музеях мира, говорят, что все равно знакомство с Альтамирой произвело на них грандиозное, просто незабываемое и ни с чем не сравнимое впечатление. Я думаю, что, наверное, грандиозное впечатление на них произвели бы и визит куда-нибудь в Эрмитаж Гурского или в Мугур-Саргол, к сожалению, затопленный, но и в другие места, где собраны эти шедевры древних мастеров. Наверняка это так, потому что образы древнего искусства, они как-то завораживают и та сила экспрессии, которая свойственна изображениям так называемой ледниковой эпохи, термин, который сейчас энергично применяется, он очень самобытен, очень ярок и, безусловно, производит навсегда неизгладимое впечатление. Кать, а вот, кстати, я попал на слайд, где отпечаток ноги, это снежный человек или что? Ну, этих снежных человек был, наверное, такой целый детский садик, это отпечаток ноги ребенка, который сохранил, и целая серия таких следов сохранилась на глиняном полу одной из французских пещер, где, вероятно, целая такая вот молодая поросель вышла для знакомства с образцами, с окружающим миром, с образцами древнего искусства, созданных их отцами. Понятно. Ну, что ж, дорогие зрители телеканала СГУ-ТВ. Время нашей передачи подошло к концу, к сожалению, у нас еще есть что рассказать, поэтому до следующей встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok